Весь этот ближний — это облачение всё. Нет, кроме человека и Творца, ничего, кроме я. И Творец ничто не существует, всё остальное кажется мне. Да. Так он как бы не относится к цели, он относится только к части самого действия. Почему? Я нахожусь здесь. Я здесь. Я начинаю расти. С помощью чего я расту? Что я должен прийти к Творцу? Кажется мне, что есть я, а есть то, что находится вне меня. Я должен присоединять к себе, и тогда я поднимаюсь. С помощью чего я поднимаюсь? За счёт того, что всё, что кажется мне снаружи, я постепенно воспринимаю это якобы в себе. Я раскрываю, что это не вне меня. Я начинаю раскрывать, что это всё, что это всё относится ко мне, что это я, это мои части. И так далее, и так далее, с одного уровня, на другой. О, я так проглатываю, как бы вношу в себя всё творение. Когда прихожу к бесконечности, о, теперь это я. Нахожусь рядом с Творцом, или в обнимку с ним, неважно как. Моя истинная форма – это малоход бесконечности, кроме которой нет ничего. Нет ничего, кроме неё. Как это соединяется, что я прихожу тоже там к такому ощущению. Ты чувствуешь в таком ощущении, что ты приходишь туда, решим эту проблему. Придём и увидим. Но, ещё раз, всё, что есть вокруг, дано мне ощутить как ближний вне меня, для того, чтобы я соединился с этим с помощью любви, и тогда бы привёл его к объединению со мной, как будто как один человек в едином сердце. Нет разницы совершенно. И тогда в такой работе, в этом разрыве, что я всё-таки ощущаю, что он отделён от меня, я присоединил его, я выясняю то, что находится вне меня. Эти части, которые мне дали увидеть как чуждые, когда я выясняю их и присоединяю к себе, я тем самым выявляю Творца, что он действительно находится вне меня. И благодаря исправлению между частями Творения, я таким образом раскрываю его свойства. Он испортил меня намеренно, чтобы в исправлении этого я бы раскрыл его то же самое свойство. И когда я произвожу всю эту работу.